Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы снова попытаемся узнать уровень вашей игры в шашке. Друзья, сейчас я вам покажу три позиции и попытайтесь ответить на вопрос, как должна закономерно закончиться партия. Либо здесь побеждают белые, либо это делают черные, либо все-таки партия заканчивается ничьей при правильной игре обеих сторон. Всего покажу три позиции, на решение каждой отводится не более пяти минут. Первая позиция – ход белых. Нельзя двигать шашки, вы должны рассчитывать варианты только в уме. Вторая позиция – ход белых. Вы должны ответить на вопрос, как закончится партия, и есть здесь два варианта – АБ6 и ЦД6. Рассчитайте оба варианта. Ход белых здесь. Здесь, в этой позиции, ход черных. Также попытайтесь ответить на вопрос, как закончится партия. Ставьте видео на паузу, или лучше расставьте шашки на доске, и не двигая шашки, попробуйте рассчитать варианты. Ну и показываю решение. Первая позиция возникла вчера в сеансе одновременной игры. Белыми играл мастер Иван Смурков, черными играл мой подписчик Владимир Самарин. Ход белых. Кажется, что белые побеждают. То есть белые отдают шашку, БЦ7, затем вторую шашку, ну и черные бьют на поле Е5. То есть не давая белым пока захватить большую дорогу. Белые бьют на поле Ф4, и стоит угроза. Видите, белые грозят занять большую дорогу, и обрезать шашки черных от похода в дамки. Поэтому у черных единственный ход Е6. А здесь белые побеждают с помощью знаменитого финала вилка или штаны. Белые нападают на шашку Б6, надо отходить. Затем нападают на шашку Ф6. Черные отходят, белые снова нападают, черные отходят. И белые фиксируют шашку А4. У черных единственный ход АБ4, и белые, видите, нападают сразу же на две шашки черных. А шашка С1 держит шашку А3. У черных снова единственный ход АЖ3, но белые здесь все равно побеждают. Бьют на поле А4, ну и после хода БЦ3 нападают на шашку С3 с поля Ф6. Черным приходится отдавать шашку, и они еще пытаются пройти в дамки. Но белые щедро отдают дамку и побеждают. То есть после хода БЦ7 кажется, что белые выигрывают. На самом деле ход БЦ7 здесь проигрывает. Смотрите, черные побили неправильно. После хода Е4 надо было бить не на поле Е5, а на поле С7. Теперь белые вынуждены побить дамку и шашку черных. Ну и черные, видите, ловят дамку белых и легко побеждают. То есть шашка белых неминуемо гибнет. Также в этой позиции после жертвы БЦ7 проигрывало нападение БА7. Черные выигрывали точно таким же образом. То есть они ставили дамку на поле Ж1, и после того, как белые бьют, снова получается вот эта позиция. Выяснили ход БЦ7 напрашивающийся, он проигрывает. Но все-таки в этой позиции, друзья, к ничей ввел ход Е4. Можно было отдать две шашки и занять большую дорогу с ничей. Черные здесь победить не могут. Также к ничей ввел даже ход БА7. Черные здесь могли сделать сильнейший ход, поставить дамку на Б8 и, видите, зажать дамку белых. Но здесь белых спасают вот такой неожиданный удар. БЦ7. Ну, как можете убедиться самостоятельно, куда бы черные не побили, партия заканчивается ничьей. То есть правильный ответ здесь ничья. Вторая позиция возникла в партии Бурылов-Смурков. Мы с Иваном играли в бразильские шашки. Ну, и здесь мне не удалось найти красивый выигрыш в одном из вариантов. Но давайте сперва ответим на вопрос, здесь есть ли ничья или нет. Два варианта, АБ6 и ЦД6. Давайте сперва рассмотрим ход ЦД6. После ЦД6 проигрывает за черный ход ФГ5. Белые красиво выигрывают. Они ведут шашку в дамке на поле Ф8. Ну, и после единственных ходов черных проводят размен. И возникает знаменитый этюдный финал. Единственный ход у черных ЕФ2. Белые нападают. Видите, шашку... Дамку на Е1 черным ставить нельзя, так как она тут же ловится и белые побеждают. А дамку на Ж1 ставить бесполезно, потому что белые побеждают с помощью приема столбняк по двойнику. Черные вынуждены пожертвовать шашку. Ну, и после нападения единственного хода белые ловят дамку черных с выигрышем. После хода СД6 все-таки у черных есть ничья. Для этого надо было пожертвовать шашку ФЕ5 и сыграть АСЖ3. Вы можете убедиться самостоятельно. Здесь у белых выигрыша нет. Второй вариант в этой позиции это ход АБ6. Это гораздо более сильная атака. Ну, и здесь уже окончательно за черных проигрывает ход ФЖ5. Мы его рассмотрим в конце. А вот ФЕ5 все-таки еще ведет к ничьей. После ФЕ5 белые играют БЦ7. Ну, и здесь обычно, скорее всего, вы сыграли ЕФ4 в расчетах. Белые ставят дамку на Д8. Ну, и после хода ФЕ3, единственный ход, белые играют дамкой на А5. Черные играют шашкой ЕФ2 и белые нападают с поля Е1. Видите, дамку ставить черным нельзя, так как она будет тут же поймана. И белые победят. Также бесполезно играть АЖ3. И снова, видите, дамку ставить нельзя, потому что она ловится. Но здесь еще есть сопротивление. Черные играют АБ6. И белым надо бить именно на поле А7. Другую сторону бить бесполезно. Ну, и после того, как черные ставят дамку на Ж1, здесь есть два варианта. В партии с Иваном Смурковым я пошел на Б4, и Иван красиво форсировал ничью. Отдал шашку и напал на нее сзади. Мне пришлось отойти, и Иван успел занять большую дорогу и достичь ничьей. Ну, самое интересное, что все-таки в этой позиции у белых был выигрыш. Этюдный также. Не надо было ставить дамку на Б4, надо было просто поставить дамку на поле Б8. Ну, и теперь на любой ход черной дамки мы отдаем дамку. И снова, видите, возникает столбняк по двойнику. Черные отдают шашку, нападают сзади. Ну, белая дамка легко побеждает дамку черной. К выигрышу. Вот этот выигрыш я не заметил. Ну, и теперь все-таки решение. А где все-таки была ничья? В этой позиции после хода АБ6 и ФЕ5 белая игра от БЦ7, и ход ЕФ4 уже, оказывается, проигрывает. Черные здесь сделать ничью не могут. А к ничьей вел только парадоксальный ход АБ6. Мы оба в партии не заметили этого хода. Ну, можете убедиться сами. Черные здесь успевают пройти в дамки. Ну, давайте покажу один вариант. Допустим, побили вперед. Черные просто идут в дамки. Как бы белые здесь не играли, черные успевают поставить дамку на С1, затем разменяют шашку А4 и ничья. Ну, и теперь, почему все-таки после хода АБ6 проигрывал ход ФЖ5? Белые играют БЦ7, ну, и после хода ЖФ4 возникают уже рассмотренные нами варианты. А если черные здесь пожертвуют шашку, то белые здесь выигрывают. Они бьют вперед, ну, после хода ЖФ4 ставят дамку на Д8. Приходится играть ФЕ3, ну, и что-то подобное мы уже видели. Здесь выигрыш даже без шашки А7. То есть белые играют дамкой на А5, после хода ЕФ2 нападают, ну, и снова, видите, дамку негде ставить. На любой ход она ловится. А если сюда черные ставят дамку, тогда она ловится таким образом. И белые побеждают. То есть ответ должен был быть ваш ничья. Ну, и, наконец, третья позиция. Я покажу вначале, как она возникла в партии. Белыми играл... Вернее, черными играл Глеб Пономарев, белыми Иван Смурков. Позиция с переменной цвета из сеанса одновременной игры. Белым невозможно провести шашки А5 и А3 в дамке, поэтому они решили пожертвовать шашку А2. Они сыграли АЖ3. Ну, и в ответ на нападение, видите, нельзя отходить, так как белые здесь проиграют. Черные поймают дамку белых и легко выиграют. Поэтому Иван Смурков в партии отдал шашку и хочет провести вторую дамку и выиграть эту позицию. То есть шашки черных А6, А8 и Ж7 в данном случае не более чем балласт. Они даже, наоборот, мешают черным достичь ничьей. Черные сыграли на Б8 и Иван сыграл АБ4 и возникла позиция с ходом черных. Давайте рассмотрим возможные варианты. Дамкой черных играть бесполезно, потому что белые поставят дамку на поле Б8 и видите, куда бы черная дамка не отошла по большой дороге, белые отдают дамку и легко побеждают. Черные мешают в своей же шашке. Если отдать, допустим, шашку Ж7 таким образом и сыграть дамкой на большую дорогу, белые снова побеждают. Они ставят дамку на поле Б8 ну и если черные отходят по большой дороге, они просто ведут вторую шашку, третью шашку в дамке. То есть видите, никогда нет хода Ж7 из-за так называемого шлагбаума. Белые отдают дамку, и ловят дамку черных с выигрышем. Также бесполезно отдавать шашку с Ж5. Здесь возникают окончания, которые я назвал шашка-предатель. Кто не знает, как здесь выигрывать в данном окончании, ссылку оставлю в верхнем правом углу. Ну и тут белые легко побеждают. Допустим, черные бегают по большой дороге, белые ведут третью шашку в дамке. Затем белые строятся вот таким образом, и уводят дамку на поле С1. Здесь можно даже проще выиграть. Можно просто сыграть дамкой на поле Ж5. Ну и черным, видите, некуда ходить. То есть на серединных полях нельзя останавливаться из-за так называемого трамплина. Белые отдают одну дамку, и легко выигрывают. Если же черные играют на Ж7, тогда белые побеждают с помощью приема столбняк. То есть отдаем шашку и забираем сразу же две, и видите, белая дамка легко справляется со своей коллегой по большой дороге. Если же черные в этой позиции играют дамкой на Ж7, тогда выигрывают несложный удар. Отдаем одну дамку и выигрываем. разобрали варианты после хода Ж6. Глеб Пономарев увидел эти варианты и решил пожертвовать шашку А6 и затем еще отдать шашку Ф6. Здесь также ставить дамку на большую дорогу пока нельзя, она будет поймана. Поэтому Глеб сыграл АЖ7. Ну и в партии я Ивану подсказал. Я сыграл БЦ5. После этого хода у черных все-таки есть ничья, но она довольно-таки сложная. В партии Глеб ошибся, он отдал шашку Ж6. И здесь оказывается белые побеждают. Бьют до конца на поле А4. Ну и после того, как черные вроде бы занимают большую дорогу, белые красиво жертвуют дамку. И видите, дамка черных заблудилась на двойнике. снова возникает так называемый столбняк. То есть после своего хода дамкой на Ж1 единственный ход, мы ее тут же ловим и побеждаем. Также в этой позиции проигрывал ход Ж6. Белые занимают большую дорогу и видите, снова нельзя жертвовать шашку из-за столбняка. То есть белые снова отдают дамку и зажимают дамку черных по двойнику. если же черные допустим играют дамкой на поле Ж1 тогда белые ставят вторую дамку. После нападения допустим с поля А4 белые уводят дамку на поле А1 затем проводят третью шашку в дамке и побеждают с помощью построения так называемой боевой позиции. Кто не знает как побеждать тремя дамками дамку и шашку соперника ссылку оставлю в верхнем правом углу. Это выигрыш. Ну и наконец в этой позиции также проигрывал ход дамкой на поле Е5. Белые ставят дамку на поле Б8 и видите черным некуда деваться. По двойнику нельзя отходить из-за того что дамка ловится таким образом. А по большой дороге нельзя отходить потому что дамка погибает из-за своей же шашки предателя на поле Ж7. Белые отдают дамку и выигрывают. Но все-таки в этой позиции еще была ничья. Для этого надо было сыграть дамкой на поле Ж3. И все-таки здесь черные достигают ничьи. Белые ставят дамку и черные уходят на поле А4. С идеей угрозы с поля Ф6. Черные грозят разменять дамку белых Д8. То есть видите нападать нельзя из-за того, что черные побьют шашку С5 белых и достигнут ничьей. А если белые в этой позиции уводят дамку допустим на поле А5, тогда мы снова занимаем большую дорогу, грозим сдвинуть шашку Ж7 на А6 и достигнуть ничьей. Если же белые снова возвращаются на поле Д8, мы снова убегаем на поле А4. Вот такой своеобразный вечный шаг получился ничейной позиции. Белые здесь победить не могут. Ну и еще в этой позиции была такая ничья, тоже далеко не очевидная. Черные в этой позиции могли отдать Ж6 и вот здесь именно сыграть АЖ7. То есть нельзя трогать дамку, надо играть именно АЖ7. Точный ход. Теперь на ход БЦ5 черные отдают шашку Ж7. Ну и куда бы белые не побили, черные занимают большую дорогу и достигают ничьей. Вот такие интересные позиции. Друзья, напишите сколько решений вы нашли и сколько времени у вас это потребовало. Друзья, если вы не решили ни одной позиции, сильно не расстраивайтесь, ничего страшного. старайтесь больше играть в шашки, конечно же анализировать собственные ошибки и больше читать шашечные книги. Если вы решили одну позицию, а под решением понимается, что вы назвали правильный результат при сильнейшей игре обеих сторон, показали наиболее сильные планы игры за обе стороны и не двигали шашки на доске, а все это делали в уме, ну что же, я вас поздравляю, вы скорее всего шашист разрядник вплоть до первого разряда. Если вы решили две позиции из трех, то скорее всего вы кандидат мастера, возможно вы рано или поздно станете мастером спорта. Если же вы решили все три позиции, друзья, скорее всего вы уже мастер спорта или скоро им станете, ну возможно даже я не удивлюсь, если вы будете когда-то игросмейстером. Друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте лукаса и подписывайтесь на канал, поддержите мое творчество, пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. Можете поделиться этим видео в соцсетях, я думаю, что вашим друзьям тоже будет интересно проверить свой уровень игры в шашки. До свидания, и давайте воевать только на шахматной и шашечной тусках.